занесла нас сегодня судьба комиссарова это 50 где-то 5 километров от смоленска вот здесь край леса елочки я нашла одну рядовку коричневую коричнево-белую остальные уже все испортились там была целая полянка но здесь мы ходить не будем немножко посмотрим по этим елочкам сегодня пасмурно а я хочу вот здесь такие ели еловый большой лес огромный мы в нем не были мы были дальше комиссары и там но решили здесь посмотреть есть заезд в лес и мы решили вот такая дорога довольно-таки плотная можно и дальше проехать потом посмотреть хочу рядовок петушков серых мышат посмотреть попались я зашла влево в эту посадку пробежала точно мной какой-то леший руководит сниму цветочек леший ну и точно руководит как я подозреваю все меня лихоманка какая-то одолевает вот такие пока грибы там еще и сыроежка снимать ее не буду она дохлая к это но я бомбу опять нашла черт побери звони и звонить даже не знаю пался вот из этой ямки вытащили вот это вот чудо военных лет это мрак ну что мне так везет на эти бомбы какой-то снаряд может авиационный скорее всего листика беру у нее мысик такой вот вот мысик листики я убрала ворочить я его не буду трогать не буду вот такой вот снаряд черт побери надо было ехать за 50 километров из смоленска чтобы первым делом не на не гриб какой-нибудь хороший найти а вот эту вот бомбу саша давай иди сюда смотри что такое мы приехали за 50 километром первым делом нашли бомбу эту твою мать я не ругаюсь матом это так разочарованию ну что позвоним ребятам звони пусть приезжают может нас найдут может мы заблудимся так они нас тогда найдут вот какие мы с тобой бдительные пусть нам премию дают нефиг благодарности нам выносить устные мчс вон солнце так для наша дорога солнце вот тут вот значит дорога у меня сзади солнце мне вот тут вот так вот я стою правильно дорога сзади вот такой лес лес какой-то невзрачный не проходили я думаю что нам надо ехать дальше но бомбу мы приметили где привязали красную тряпочку там по дороге так что мы позвонили они нам позвонят из смоленска вот я грибы всегда успею снять а в этом лесу я думаю что я больше сюда и не поеду мне здесь не нравится от нее бомбы вместо грибов себе проблемы ой-ой-ой какой лес но рядовки мы здесь найдем наверно интересует лес очень сильно интересует буду снимать лес ну а дымки попались давай я посмотрю сниму дымки вот дымки как бы какого медведя кабана тут не встретит как бы медведя какого кабана тут не встретит лес интересный хороший надо поближе к дороге а грибов то тут не видно черт знает грибов то не видно вы где-то уже раскопки саша пойдем-ка мы поближе к дороге что-то мне этот лес не нравится у нас возле дома листа это там хоть что-то растет а здесь одни какие-нибудь калибии сыроежки ничего нету пока мужу звонят из мчс слизнях приехали в лес и жили грибочков хотели посмотреть лес давно не были хотели грибы по тут пособирать думали рядовочки есть ну вот она не отошла от машины 20 метров кричит мне мы здесь вообще никогда не были недалеко от дороги на подозреваю что это может быть серопластинчатые опята но как-то они растут так привольно даже не знаю полчаса надо ждать этих ребята смоленска ладно подождем что делать сами напросились что-то нашел пойду а я нашла совсем не то что надо и нашли но они нас не сильно это успокаивают вот такие таких у нас рядовок наших лесах видимо-невидимо а мы тут прохлаждаемся из-за этой бомбы дождевики я беру дождевики беру лес уходит но недалеко от той дороги как я подозреваю что там дорога скворечник а грибы рядовки здесь вот возле меня много было но они старые дали ехать чтобы снять такую красоту если у меня камеры не хватит на другие грибы мои петушки ладно и кажденький тогда сниму мне бы их только бы найти а это тоже самое то что я сейчас снимала вот там у них какой-то лежит да ладно вот очень красиво не растут обособлено друг от друга но дружно красота к очень красивые грибы бесподобно что за грибы неизвестно такие не знаю конечно они ложные но не опята серно не серно-желтые не серо пластинчатые потому что пластинки какие-то необычные пахнут довольно-таки приятно все такое мы не едим окопы большие там говорушки какие-то нам надо найти саша здесь где-то сараишки собирал я его снимала лес какой-то дурной запутанный потерял свой нож грибной доставал телефон мчс ники звонили убытки одни за этой бомбы дымки попались а это белопаутинник наверно клубниносный я их уважаю это белопаутинник белопаутинник да ну ладно сниму за неимением пойдем нашел вешенки хорошенькие я тоже нашла немножко но я их снимать не стала они тоже маленькие были еще так себе вот эти симпатичные выглядели что они не плесневыми вот эти молоденькие еще ничего вот такие вот вешенки растут лесу надо уходить мы с краю леса ходим мне не нравится этот лес я леса люблю но этот лес я терпеть не могу мне не нравится здесь вообще такой лес одни раскопки везде все покопано все мы из этого леса пока дорога рядом чтоб не заблудиться я думаю что это я думаю что это фламулина она блестит вот как мы все еще ждем приезда им честнику ну мы не ждем и леса тут проверяем глупый ладно уходим и отсюда совсем не здесь не нравится фламулина зимний опенок вот у него ножка такая лучше показывал я всегда буду показывать чтоб люди знали я их сама не так давно знаю они очень нежные вкусные грибы на лес никакой не загадочный он невзрачный и неприветливый все-таки на дорогу машина оказалась далеко в лес то незнакомый ходили ходили и вот здесь на окраине другого лесочка здесь рядом машинка стоит и ельник такой хороший должны быть маслята какие-то маслята но зато мне попались гиграфоры очень крупные шикарные грибы с ластеной море грибы с ластеной хорошие грибочки отличный петушками здесь и не пахнет и не пахнет я вижу ладно забираем это а ельник здесь красивый но пусто уходим в сторону нашли гиграфоры грибы с ластеной целая полянка такие поганки никто не ест никогда кроме нас потому что здесь у них может быть и породистые какие грибы есть леса здесь огромные большие грибы с ластеной гиграфоры вот такие вот все берем давай забирай так как у них тут ножичка лежит саша сделал такую меточку